Всем привет, я доктор Евгений. Сейчас я покажу, каким образом можно улучшить движение поворота головы. Если у вас в одну сторону голова плохо, а в другую прям очень хорошо, то как раз таки это видео для вас. Улучшаем это. Поехали! Для начала нужно понять, куда вообще голова плохо поворачивается. Для этого нужно сделать следующее. Либо встать, либо сесть. Потому что и стоя, и сидя тесты могут быть разными. То есть я сейчас показываю только один из вариантов, как можно улучшить это состояние. Поэтому давайте сначала протестируем поворот головы. Опять же, если вы это делаете самостоятельно, то просто перед зеркалом ровно сядьте, либо встаньте. Если вы это делаете кому-то, то опять же посадите его и действуйте как я. Вот я сзади встал и тестируем. Просим естественным образом пациента с собственной головой повернуть в одну из сторон. То есть делаем поворот сейчас направо. При этом придерживайте его за плечи, чтобы не было движения в корпусе. Поворачиваем направо. Еще, еще, еще. Максимально, насколько он это может сделать. Стоп! Возвращайте голову в прежнюю позицию. Визуально оценили, насколько голова повернулась. Теперь просим сделать то же самое в другую сторону. Поехали влево. Крутим, крутим, крутим. Стоп! Возврат. Вот сейчас на пациенте явно видно, что налево голова поворачивается хуже. Если здесь он практически на 90 градусов это сделал, здесь около 70 градусов. Как улучшить поворот головы? Сейчас я это вам продемонстрирую. Для начала нужно протестировать мышцы шеи. Я уже показывал в одном из видео, сейчас в подсказках вам оно выйдет, как протестировать мышцы шеи спереди. Грудинно-крутично-сосцевидную и лестничную. То есть кивательные и лестницы. Сейчас легко. Просто я еще раз пройдусь. Посмотрим, какая из них в гипотонии. Восстановим неработающие мышцы. Растянем переработающие мышцы, перерабатывающие мышцы, переработанные мышцы. И после этого проверим заново поворот головы. Поехали, тестируем. Тест кивательной мышцы слева. Голова наклон вниз, максимально направо. И лбом давите вниз головой. Давим, давим, давим. Тут гипотония. Проверяем лестничную. Также с левой стороны. Наклон головы вниз, чуть-чуть направо, на 15 градусов. Сейчас левым виском в левое колено давите. Отлично. Тут тонус. В глубину чуть-чуть погрузимся. Сделаем ингибицию нерамышечного веретена. И перепроверим, насколько она нормотонична. В левое колено левым виском. Она нормотонична. То есть мы сейчас имеем гипотоничную, грудинно-ключично-сосцевидную слева. И нормотоничную, лестничную слева. Лестничная как группа. Все три сразу. Теперь проверяем правую сторону. Голову вниз, максимально поворот налево. Правым виском давите четко вниз. Здесь мы получаем тонус. Проверим, это нормотонус, либо гипертонус. Ингибиция нерамышечного веретена. По кивательной мышце. Давим лбом вниз. Нормотоничная. Проверяем лестничную с правой стороны. Наклон головы вниз. И немножко налево. На 15 градусов. Сейчас правым виском в правую коленку давите. Тонус. Ингибицию делаем. Правым виском в правую коленку давим. Снова тонус. Сейчас мы имеем следующее. Что у нас гипотоничная грудинно-ключично-сосцевидная мышца слева. И нормотоничная группа лестничных тоже слева. То есть одна проблемная слева. И также нормотоничная грудинно-ключично-сосцевидная справа. И гипертоничная группа лестничных справа. По сути получается, что у нас сейчас две проблемные мышцы из этих четырех. Из двух групп лестничных и ГКС. То есть слева ГКС в гипотонии. И справа лестничные в гипертонусе. С ними нужно поработать. Каким образом? Для ГКС нужна активация. А для лестничных нужен релиз. Это самые простые действенные способы работы на физическом теле. То есть с мышцами. Нам нужно промассажировать места крепления грудинно-ключично-сосцевидной слева. Для ее активации. То есть просто-напросто путем устранения триггерных пунктов. И сделать разукорочение. Фасциальный релиз. Либо миофасциальный релиз. Для того, чтобы снять фасциальное укорочение с лестничных справа. Делать это мы будем очень аккуратно. Ну и если логику такую тяг сейчас представить. То лестницы они немножко сдавливают голову в эту сторону. И так как они немножко натянуты. Поворот головы налево усиливает как раз таки это избыточное натяжение. И тем самым не позволяет повернуть голову полноценно налево. То есть как мы только активируем тягу здесь. То есть кивательная уже за счет контр натяжения улучшит свою деятельность. И баланс шеи восстановит. А также просто в добивок мы растянем лестничную справа. В общем давайте поработаем и посмотрим как голова улучшит свой поворот. Первое что нужно сделать это активация грудино-ключично-сосцевидной. Что для этого нужно? Нужно нам повернуть голову направо, насколько это позволяет голова. И немножко ее наклонить. И попросить пациента расслабить голову у вас на руке. Расслабьте, пусть она лежит. Находим место крепления грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Кстати подробно о том как отработать ее самостоятельно. Я уже отснял целое видео. В общем и оно для поправки своих мозгов. Сейчас в подсказках оно выйдет. А я показываю как это делать на пациенте. Находим сосцевидный отросток. То есть он у нас вот здесь находится. Сюда же ГКС крепится. Сейчас голову поверните и немножко лобом вперед надавите. Вот она обозначается. Вот это вот кивательная мышца. Расслабьте теперь голову. Находим сосцевидный отросток. И встаем прямо к месту крепления этой мышцы. И делаем легкие массажные движения. Ну и смотрим на реакцию пациента. Либо спрашиваем. Тут болит как-нибудь? Тут болит как-нибудь? Немножко. Немножко. То есть если тут боль такая терпимая. По сути делаем около 20-30 секунд легкие массажные движения здесь. Этого вполне достаточно. Если мы чуть-чуть спустимся вниз к месту крепления ее. К ключице. То мы делаем здесь также сканирующий массаж. То есть мы просто массируем. И услышим что здесь больно. Если здесь больно. То делаем легкий массаж. Этой точки крепления. Голубу постоянно напоминаем. Чтобы расслабили. То есть если сильно будет напряжена. То есть и пациент будет больнее. И вам тяжелее. Поэтому массируем. До 40 секунд. Вообще по правилу до уменьшения боли. Так проще всего. Потому что на это бывает уходит и 2 минуты и 3 минуты. Просто не нужно усердно давить. Просто нужно найти эту точку болевую. Легким массажным касанием. И боль сама себя обозначит. И еще одна головка. Уже грудинная. Которая крепится непосредственно к рукоятке грудины. Находим здесь. И спрашиваем. Здесь болит? Болит. Тоже болит. Получается, что у нас больше внизу какие-то есть дисфункции в мышечном натяжении. Именно в месте крепления. Сухожильный аппарат Гольджи. Нейромышечный Веретена. Они избыточно напряжены. И мы немножко просто нервную систему успокаиваем в этой зоне. Теперь пройдемся по самой толще мышцы. То есть в самой толще мышцы нужно ее пощипать. Вот таким вот ключом. С захватом. То есть с захватом ключа. Как будто мы берем ключ в руку. Только таким образом мы берем в захват именно эту шею. В захват. Прям как Кейси Райбек. Раз. Чуть-чуть выше становимся. Два. И делаем легкие протирающие движения. То есть как будто мы перетираем мышцу в руке. Делаем это буквально по всей мышце. Смотрите там. Сонный треугольник не залезть. А то передавите сонную артерию. И точно будете как Джейсон Стетхам. Отлично. Этого достаточно. То есть не переусердствуйте. Это должно быть мягко. Nice and easy. Голову вниз. Тестируем ее. Поворот максимальной головы направо. И левым виском давим вниз. Давите. Отлично. Тонус замечательный. Теперь, так как у нас была перетянута легко гипертоничная справа лестничная мышца, мы ее немножко растянем. Как это сделать? Опять же, чтобы не сильно напрягать шею. Нам нужно откинуть голову легко назад буквально на 5 градусов. Повернуть ее в противоположную сторону от самой мышцы, то есть влево, буквально на 15 градусов. И откинуть ее получается в диагональ назад и влево для правой лестничной мышцы. Для левой лестничной мышцы, если вы будете это делать, то есть то же самое назад, направо и в противоположную сторону, то есть вправо. Но сейчас мы будем это делать влево. То есть назад 5 градусов, 15 градусов налево и назад и влево откинуть голову. При этом придерживайте корпусом ее. Если высокий пациент, посадите его на стул. Откинули и просто в комфортном этом натяжении мы немножко натягиваем голову назад и влево. Делать это очень легко и все время спрашивайте пациента, все нормально, голова не кружится? Говорит, нет. Если сказал нет, значит не в обмороке, значит можно. И в этой области, то есть именно в боковой поверхности шеи, делайте легкие проглаживающие движения. Сверху вниз, снизу вверх, большого значения не имеет. Натянули и делаем легкие прокатывающие движения именно по боковой поверхности шеи. Сверху вниз, можно снизу вверх. И делаем таким образом релиз. То есть мы фасцию немножко расслабляем. Путем еще натяжения получается пассивного в этой части головы. Ощущайте, как голова постепенно как будто бы заваливается еще больше назад, влево. И сопротивление становится мягких тканей все меньше и меньше. Но опять же, все время спрашиваете, как вы себя чувствуете? Все нормально? Голова не кружится, глаза на месте. Аппетит есть, сон хороший. Дыхание визикулярное. Дыхание визикулярное. Мочеспускание свободное. И таким образом работаем. Делать это нужно не менее 30 секунд. Но если у вас получится сделать это чуть дольше, будет хорошо. Сами помогите немножко вернуть голову назад. И протестируем заново лестничную справа. Голову вниз, 15 градусов налево. Правым виском сейчас давите в правую коленку. Давите. Тонус. Давайте попробуем ее укоротить. Еще раз правым виском в правую коленку. Норма тоничная. Давайте сразу же проверим еще грудинно-ключичную с этой стороны. Правым виском вниз давите. Тонус. Проверим ее на норму тоничности. Еще раз. Отлично. И проверим лестничную слева. Левым виском в левую коленку. Поехали. Тонус. Проверим на норму тонус. Давите. Замечательно. То есть мы сейчас координировали работу мы с шеей спереди. И проверим, поможет ли это нам улучшить поворот головы в сторону. Поэтому поворачивайте голову направо снова. Придерживайте руками за корпус. Отлично. Возвращайте голову на место. И поворот головы налево. Заметно, что сейчас еще чуть-чуть и он на меня посмотрит. То есть возвращайте голову. Поворот головы заметно влево улучшился. То есть теория по идее нам помогла. Сняв укорочение лестничных справа и активировав ГКС слева, мы сбалансировали работу мышечных тяг. Тем самым мелкие фасетки, если даже был какой-то незначительный ротационный сколиозик в шейном отделе, то мы скоординировали эту работу. Продолжайте делать так в течение 2-3 недель регулярной работы. Также самостоятельно вы можете это делать. Также и кого-то просить. И таким образом мы улучшаем состояние позиции шеи. Голова поворачивается. Позиция атланта улучшается. Кровоток улучшается. Шея перестает болеть. Один из вариантов комплексной работы шеи. Пользуйтесь.